Так, и вот это Витара с площадки, о которой мы сегодня с вами говорили. Сейчас обойдем ее, посмотрим, но уже есть определенный вопрос. Ну, не то, что вопрос, вопрос не за стыковки. 50 раз же переспросили, и не поверите. Добрый вечер. Лобовое у нас треснуто. Все, замена лобового. Ну, вообще, по факту с таким-то можно ездить, но я думаю, вы вряд ли захотите. На датчиках. Лобовое у нас тут стоит 20-го года. Машина сама 19-го, насколько я помню. Вот ВИН-код по ней. И сейчас смотрим по кузову, ее оцениваем. Но давайте гляну. Покажу вам под капотом. Кстати, по комплектации. Очень шикарная комплектация, она именно на бесключевом. Она на панораме, она на слепых зонах, с подогревом зеркал. Ну, тут все электропакету понятно. Механическая, правда, сидушка. А так, сидение комбинированное. По бокам вставки кожи, по центру Алькантара. Тут подлокотник кожаный, отличный, не затертый. Автомат, ручка прям вообще шикарно выглядит. Вот вообще вся машина смотрится прям очень хорошо. Ничего не затерто. Давай, фокусируйся. Дырочка, дырочка. Что за дырочка там? Баковинки сидушки. Но это обойдусь, сейчас еще покажу там. Так, камера, я так понимаю, тут тоже есть, да? Панорама, кстати. По-любому, тут должна быть камера с такой комплектацией. Старт-стоп. Ну, точнее, безключевой доступ. Завод без ключа. Сядем, глянем. Ну, машина выглядит прям очень хорошо. Прям очень так свежо. Вот, если от водителя, то я прям очень хорошо вижу нижнюю часть трещины. Вот эту часть вообще не видно. Это уже как кому мулить будет. Но я вам скажу, в принципе, особо не сильно так и бросается в глаза. А если поменять стекло, то, конечно, можно поменять. Так. Глянем, что они тут пишут у нас. Это 1.4, 19-й год. Полный привод. Автомат. Пробег 52 тысячи. 29-190 цена. Также и тут цена 20-190. Так, дальше. У нас мультируль идет. У нас управление голосовое на руле. Удержание полосы даже есть. Лепестки. Перешвещение, думаю, вряд ли вы будете этим пользоваться. Тут все полностью есть. Партроники, передние партроники даже есть. Думанки, спуск удары. Система старт 100, поддержание полос. И датчик, ну, от приближения удара. Это там, долго рассказывать. Так, дверь нормально закрывается? Вроде нормально. Управление приводом, подогревы, климат и большой-большой монитор сенсорный. Люк открывается. Панорама-то это все стекло, но люк открывается, где-то эта часть. Это съезжает. Так, пойдемте дальше посмотрим. Кстати, очень приятный запах в салоне. Приятно находиться в ней. Двин. В целом, он очень ухоженный и приятный. Тоже безключевой доступ, ну, точнее, безключевой доступ, кнопочка тут есть. All Grip, это система полного привода. Их. Тут все ровненько, красивенько. Двухсветка. Коврики вторые. Интересно, от нее такие дырки в ковриках. Ну, визуально я бы не сказал, что тут какой-то большой пробег. Тут прям по салону очень маленький пробег. По коврикам, ну, такое что-то. У нас как второй пол получается. Так, ну, что у нас тут же, по комплекту. Что у нас упало тут, тут должно стоять. Так, по комплекту у нас докатка. И набор инструментов вроде полный. Так, да, все есть. Тут ржавчин, ничего такого нету. Камера, кстати, да, есть. С этой стороны. Карта двери. В шикарном состоянии. Тоже не затертось. Ничего нету. Порожек. Давайте тут подсвечу. Просто не надо видеть, нет ли царапин по порогу. Ну, нет, тут ничего нету. Сидушка тоже сзади не зацарапана. Сидение отлично. Вот тут есть пару царапин. Это от бляшки ремня. Ремень вот так вот царапается при езде, либо когда кто-то выходит, либо наоборот садится в машину. Изофиксы есть. Сейчас мне кто-то зацарапает.